16 августа среда. Дизайн человека дает такой посыл. Решать проблемы, используя все доступные ресурсы и широкий кругозор. Нахождение ответов. Чтобы перемены были к лучшему, прислушивайтесь к внутреннему голосу. И это тот самый день, когда вы можете поменять свои принципы ради близких. Искренность привлечет тех, кто захочет сделать свой вклад. Ваша прямота привлекает всех, кто желает взаимодействовать и творить с вами совместно. Основательно изучать то, что вас мотивирует. Стремление к материальным благам. Делайте то, что вам приносит душевное удовлетворение. В транзите формируется инкарнационный крест революции. Революция в плане денег. Цитата Рауруху дословно. У них есть это. Они недостойны это иметь. Давайте убьем этих сукиных детей и все поделим. В конечном счете это и есть основа революции. Это практичная революция. Для нейтрализации негативных событий рекомендуется посмотреть фильм «Руки, ноги за любовь». Но тем не менее это среда, день Меркурия. В этот день очень важно налаживать коммуникацию, следить за языком, не говорить о своих недостатках. И Меркурий это на самом деле тот, кто сам ничего не может. Он может найти людей, которые способны будут реализовать какую-то цель. Но сам он может только купить, продать и на этом все. Ну это самый такой прообраз простой у Меркурия. Да, Меркурий это также ребенок, это студент, это кто-то юный и неопытный. Вот, поэтому это та планета, которая дает нам качество легкости, чтобы мы немножко отдыхали от каких-то повседневных задач. Меркурий любит какие-то общие интересы. Читать, изучать, писать, продавать. Все это он любит. Поэтому в этот день мы стремимся к самым позитивным энергиям Меркурия. Это аналитические способности, умение быстро схватывать суть, осознанность, хорошая память, способность усваивать материал, коммуникативность, умение планировать действия для достижения цели, быстрая адаптация к условиям жизни, способность посмеяться над собой и чувство юмора. При этом у нас 30-е лунные сутки, ама-васья. Новых дел лучше не начинать. В этот день рекомендуется умеренность в еде. Пища должна быть легкой, вегетарианской. Заболевания в этот день не опасны, проходят быстро. Будьте осторожны с плитой или утюгом, потому что есть риск получить ожог. К тому же луна находится в гонданте. Могут возникнуть аллергии на запахи. Лучше всего этот день провести на природе. Не делайте каких-то рекордов и не форсируйте события в жизни. В целом это день мягких, чистых и светлых энергий и все дела лучше завершать. Ну ама-васья в ведическом календаре это значимый день. Включая то, что луна будет менять Накшатру с Ашлеша на Макху. Ашлеша это суперсознание, сексуальность, это яда химиката, это какое-то отравление, это слишком много мыслей, желание куда-то углубиться, накопать, получить свое. А Макха это уже тема трона, желание занять какое-то место, это что-то связанное с родом, генеалогическое древо. Поэтому, сочетая эти параметры, очень хорошо делать любые родовые практики. Они могут улучшить в данном ключе благосостояние и вы можете получить поддержку от рода. Поддержка от рода это иногда деньги, иногда это какое-то благословение, что у вас что-то получается, вас наконец-то позвали на работу. Или у вас случилась авария и вы в ней чудом выжили и даже машина поцарапана незначительно. И настрой на день. Я расстаюсь со своей озабоченностью и неуверенностью в будущем. Я расстаюсь со всеми обидами, которые нанесли мне другие. Мои чувства свободны, но уравновешены. Я усваиваю уроки прошлого и расстаюсь с этим прошлым. Я ощущаю божественный свет, окружающий меня любовью. Я освобождаюсь от потребности быть в центре внимания. Я освобождаюсь от гордыни и эгоцентризма. Я сознаю свое достоинство и уверен в своих силах. Я знаю, что заслуживаю уважения и любви. Я ощущаю божественную любовь, нисходящую на меня с небес. Я с восхищением и восторгом наблюдаю, как Вселенная отражает мои желания. Я мыслю позитивно. Я сосредоточен на конечном результате. И я желаю, чтобы в радости, легкости и великолепии вы провели этот день.